YouTube давно перестал быть скромным сайтом, на котором можно было смотреть любительские видео про кошек и собак. Стартовая в 2005 году, сей ресурс еще не подозревал, что в скором времени он разрастется до крупного медиахолдинга, у которого будут свои офисы и представительства во многих странах мира. Все больше людей со всего мира каждый день находят свое хобби и свою нишу в YouTube, создают новые форматы и направления, а в последние несколько лет YouTube стал еще и источником заработка для авторов и надежным видом продвижения товаров и услуг. Правда, кроме заработка на контекстной рекламе, блогеры, имеющие больше стакка подписчиков, ради большего профита берутся за встраивание рекламы в ролик и далеко не всегда проталкивают честный товар или услугу. Данное видео будет посвящено пятерке блогеров, которые берутся рекламировать что попало. Топ составлялся в порядке возрастания зашкварности, а не по числу подписчиков, обозреваемых субъектов. Короче, погнали! Пятое место. Фантайм приколы. Данный канал абсолютно случайно попал в мое поле зрения. Увидав данный ролик во вкладке рекомендованные, я кликнул. Каково же было мое удивление, когда перед началом ролика я увидел рекламу в букмекерке 1xbet. Ну и что в этом такого, спросите вы. А дело вот в чем. Данная контора успела зарекомендовать себя с не очень хорошей стороны. Азартные игры внутри сайта, нелегальная деятельность конторы, создание множества зеркал для входа в локировки Роскомнадзора, задержки выплат, невыплаты крупных выигрышей, баны аккаунтов без объяснений. И это только верхушка айсберга. В интернете можно найти массу гневных отзывов в адрес данной шарашки. Разоблачение 1xbet на ютубе, видео о невыплате 720 тысяч рублей. И все это в очередном прикольном видео фантайм приколы. Ничего так постевались над подписотой. Извините ребята, но я вас смотреть не буду. Четвертое место. СПС. Этот канал позиционирует себя как видеоблог о науке, жутких историях и любопытных фактах. Посмотрите пару моих видео. Если вы знаете что-то новое, не забудьте подписаться. Я так и сделал. Я посмотрел. Я узнал, что такое ассасинс. В начале видео «10 человек, которые не стареют» показывается реклама уже знакомого нам БК 1xbet, который уже успел переименоваться в 1x ставка и получить лицензию. Ссылки в описании к слову уже нет. Заметают следы не иначе. А вот еще один ролик с рекламой 1xbet. Вот такой он саспенс. Третье место. Сэм Джоунс. Сэм Джоунс – блогер, который мечтает уехать жить в Америку. Во всяком случае, ролики ниже говорят об этом. Но больше всего он запомнился публике, как поехавший головой мазохист, изводящий себя просмотром зацикленных роликов по 10 часов. И если верить просмотром, это куда популярнее, чем задвигать речи о том, как хорошо жить в США. Особую популярность получил недавний ролик «Смотрю 10 часов. Гиги за шаги». С «Жагающим ревлой». И тоже на 10 часов. Но самое интересное, что еще до начала просмотра, Сэм рекомендует подписчикам попытаться счастье на сайте Ап Икс, на котором якобы можно приумножать деньги. Что хочется сказать. Ап Икс Кэш – лохотронский сайт, работающий по типу моментальной лотереи или однорукого бандита. Он настолько лохотронистый, что у него даже отзывов нет. Их предлагают написать за бонус к депозиту. А для этого нужно вложить свои деньги. Я уже не говорю, что на сайте нет никаких лицензий, аттестатов и вебмани, нет даже игроков онлайн. Сайт сделан крайне дешево. Суппорт торчит в группе ВК. Отзывов от игроков нет. Гарантии выплаты денег тоже ждать неоткуда. И к слову, ваш депозит из банка игры вполне могут свистнуть другие игроки, пока вы будете пытаться нарастить жирок при помощи кнопки «забрать досрочно». Так вот, что я скажу тебе, Сэм Джонс. Каково тебе, Сэм? Поддерживает явный лохотрон. Только не говори, что ты не знал, что рекламируешь, хорошо? Как и в случае выше, сервис, несущий в себе риск потери средств, априори не должен рекламироваться. Они тебе бабки занесут, дадут для рекламы подкрученный аккаунт, чтобы ты на нём типа поднял бабла и показал, что всё реально работает. Ты при этом в плюсе от рекламы, да ещё и от рефералов лошенцев деньги приходят. Так каково это, Сэм Джонс? Каково это, продавать своими лохотронщикам? Кошмары по ночам не мучают? Второе место. Т.О. Друзей. Творческое объединение друзей – канал, целиком и полностью посвящённый переводам и озвучке, зарубежных обзоров и короткометражных любительских мультиков по типу «Цианит» и «Счастье». Но есть ещё одна вещь, которой ребята запомнились не особенно. Им абсолютно пофиг, что рекламировать. Так в озвучке серии «Цианит» и «Счастье» и «Момент истине» в самом начале фигурирует реклама бинарного монстра, который в своё время надул очень много людей, навешав лапши на уши про доверительную торговлю, да ещё и Денису страйки кидал за разоблачительный обзор. Но вот беда, правды за ним нет. Заврался бинарный монстр, выперли его отовсюду. Даже канал на ютубе заблокировали. За неоправданные страйки так-то. А что касается ребят из ТО Друзей, что сказать? Место водой им уже заготовлено. Конечно, если они возьмутся за голову и станут брать бабки только от честных людей, то ещё не всё потеряно. Ну а мы переходим к самому лакомому куску нашего топа. Первое место. Чак Ревью. Обзоры Чака давным-давно вышли за рамки обычного формата. Вместе с друзьями Чак гастролирует по городам, толкает речь, шутит шутейки, пилит обзоры, анонсирует выход нержавеющего. В Рунете он считается вполне годным обзорщиком, который... рулит. Но был в его карьере один очень серьёзный, очень сильный промах. А именно, реклама хайпа Рич Бёрдс. Помимо самой рекламы, Чак предлагал регистрироваться по его рассылке и получать 2000 серебра по его промокоду. Хм, а где же ссылочка, спросите вы? А вот она, сначала тётенька и протянула ручечку, чтобы задушить дяденьку за горлышко. Получается, что после того, как ему маякнули о том, что он рекламирует лохотрон, ссылка волшебным образом исчезла из описания к видео. Но интернет штука непростая, в нём не то, что шило, личные данные не скроешь. Так получилось, что видео своего канала появилось ещё много где, и все ссылки доступны до сих пор. А это значит, что люди продолжили вестись на лохотроны в качестве своих денег. Казалось бы, это уже не вина Чака, что люди продолжили регаться и терять свои кровные. Но кто мешал сделать видео, в котором тот бы публично извинился за эту рекламу и пообещал бы тщательнее подбирать себе рекламодателя? Но, увы, такого видео на его канале я не нашёл, ответа на письмо не получил, а обращение в своей группе в 35к подписчиков – не оправдание. Что могу сказать о Даниле? Парень, он, конечно, неплохой, контент пилит годный, но рекламу нужно подбирать тщательней. Если учесть, что Рич Бёрдс настолько обленились, что заказали не только раскрутку, но и само промо, остаётся лишь предполагать, сколько он получил от них бабла. И это нифига не зачёт, учитывая слив оригинала и моктеливое удаление ссылок к самим авторам. Ну а на этом наш выпуск подходит к концу. Надеюсь, что этот пилотный выпуск вам понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, репостите видео своими друзьям и заходите в мою группу в ВК. И ещё вы можете помочь выходу таких выпусков, если знаете на примете конкретное видео у конкретного блогера. Желаю всем удачи и до новых встреч!